Привет! Сегодня мы в очередной раз отправляемся в таинственное и зловещее путешествие по Якутии. Если тебе ещё не довелось посмотреть предыдущие ролики о невероятном фольклоре этого края, то ссылку на плейлист я оставил под видео, ты знаешь, что с ней делать. В сегодняшнем выпуске почти нет вгоняющей многих зрителей в ангст-лексике, но местами всё же встречаются лихие словечки, так что я предупредил. Ну, а если ты готов, присаживайся поудобнее, пристёгивайся покрепче и поехали. Саха-Нёх. Якутия. Часть первая. Брошенная деревня. На просторах нашей родины существует множество заброшенных селений. Про одно такое селение я вам и расскажу. Располагается оно в одном из центральных районов Якутии. В 70-х-80-х селение жило обычной жизнью. Была школа, магазин, но по какой-то причине все вдруг начали покидать свои дома, и село переместилось на пару километров севернее. Отгрохали новую школу и стали жить-поживать. Осталось жить там только моя бабушка да пара бабелей. Каждое лето в 90-х я вместе с двоюродными братьями к ней приезжал. Место было уже криповатым и имел дурную славу. Деревенские детишки успели повыбивать окна некоторых домов, да и время постаралось потрепать оставшиеся десяток домов. Они выглядели мрачными. Пустые глазницы окон будто наблюдают за тобой и хотят, чтобы ты поскорее ушёл. Особенно мрачно выглядела старая школа, стоящая на возвышении. Деревенские рассказывали разные случаи, как видели чёрных людей, как один школьник вдруг анимел после того, как там поиграл, и так далее. Но годы шли, мы росли и привыкли к этой мрачной атмосфере. Стукнуло нам лет по семь, и начали мы изучать историю домов этой заброшенной деревни. Медвежий дом Первым мы исследовали соседний дом. Он единственный и сохранился лучше остальных. Даже древесина не почернела. Внутри оказалось много мебели, старые журналы и куча одежды. Всё это лежало под толстым слоем пыли. Порывшись в журналах и не найдя ничего особенно интересного и удовлетворив своё любопытство, мы пошли домой. Однако я по дурости своей прихватил старую пластинку, и той же ночью мне приснился кошмар. Стою я на крыльце, ссу в кусты, и вдруг услышал медвежий рык. Обернулся и увидел, как на меня бежит огромный чёрный медведь. Быстро забежал в дом и спрятался в кровати. И всю ночь этот медведь рычал снаружи и долбил стены дома. Продолжались эти кошмары три ночи, пока я не заподозрил, что дело нечисто. Тут я стал расспрашивать бабушку о бывшем хозяине того дома. Бабка плюнула в сторону, крепко затянулась папиросой и... поведала. Жил там по деревенским меркам зажиточный мужик. Был такого большого роста, что смахивал на медведя. И был он скверного характера, жаден и постоянно бил домочадцев. Дошло до того, что его жена утопилась в озере, что располагается у школы. Дети его выросли и ушли от него, оставив старика доживать свой век в одиночестве. Так что в том доме он и помер. Хранили его соседи, а родные так и не явились. И с тех пор краем глаза можно увидеть его тень возле дома. Тут я и рассказал бабушке про пластинку. Ну, бабка у нас на меры скорая. Всекла тальником по жопе и популярно объяснила, что брать чужие вещи плохо, даже если они кажутся бесхозными. В общем, во сне ко мне явился хозяин пластинки, который при жизни был не ахти каким соседом. Пришлось идти туда и класть вещь на место. Бабушка нажарила оладий и дала мне их с напутствием. Положи вещи на место, негромко попроси прощения и положи в каждом углу по оладушку. Так ты сможешь задобрить дух, и он перестанет тебя преследовать. Идти туда совсем не хотелось, но жгучая боль в мягких местах сделала свое дело. Теперь это место казалось зловещим. Старое пальто в шкафу казалось тем страшным мужиком, и я впервые ощутил затылком, что на меня кто-то смотрит. Быстро положив пластинку на место и совершив обряд, я побежал домой. Выглядело это дико и странно, но сработало. Медведь перестал меня мучить. Картежник Если к тени соседа мы привыкли, то нас беспокоил тот факт, что таких теней становилось все больше. Поначалу мы успокаивались тем, что убеждали себя, они лишь кажутся нам, что на нас влияет вид заброшенных домов. Но однажды мы спросили о них у бабушки, на что та меланхолично отмахнулась. Мол, не трогайте их, не делайте глупостей, и они вас не тронут. Однако такое соседство все равно напрягало. Однажды явное присутствие мы увидели в один из светлых июльских вечеров. Мы сидели на кухне, пили кефир. Вдруг я заметил в окне стоящего через дорогу дома слабый огонек от свечи, пробивающийся через светлую занавеску. Я подошел поближе к окну, чтобы получше разглядеть, не показалось ли мне. Как только я подошел, занавеска отдернулась, и на меня уставилось черное нечто. Всего на пару секунд. Занавеска снова задернулась, и свет погас. Я был не в силах пошевелиться. Мурашки переросли в трясучку, тупо стоял и кричал от ужаса. В чувство меня привел брат. Меня уложили в кровать, и я рассказал об увиденном. Братья успокоили меня тем, что это, возможно, был какой-то бродяга, решивший заночевать в этом доме. Договорились утром проверить. Утром, вооружившись пневматами, мы пошли к тому дому, и увидели, что замок не тронут, а окна все целы. Все-таки это был не бродяга. Бабушка по этому поводу рассказывала нам о бывшем хозяине этого дома. Был он картежником, и частенько приглашал к себе домой темных личностей. Кончилось это тем, что один из гостей, поссорившись по поводу карточного долга, воткнул ему в бок нож. Так и помер за столом, и с тех пор можно иногда увидеть его тень, ждущую игроков. Школа Будучи подростками, мы с братьями уже считали себя хозяевами тех мест. Более-менее мы разобрались, что тени не будут трогать, если не трогать их самим, и что днем там безопасно. Поэтому мы спокойно гуляли по заброшкам и знакомились с историей тех мест. Но одно место было особенно зловещим. Здание старой школы стояло на холме, прикрытое с одной стороны темными елями. Это была одноэтажная деревянная постройка с почерневшими от времени бревнами, стекла отсутствовали. Внутри оно выглядело не менее мрачно, кругом разбросаны старые тетради, кое-где лежат детские сандалии, видимо забытая сменка. Но особенным артефактом была старая разбитая фортепиано, от которого целыми остались лишь струны на раме. Так вот, эти самые струны издавали наикриповейший звук, если хорошенько лупануть по ним. Что время от времени я и делал. Just follows. И после очередного сеанса какофонии я услышал истошные крики и плач детей, уносящиеся вдаль в сторону деревни. Так я сам стал одним из абаса этого места. Не все так мрачно в этом селении, были и веселые случаи. Еще пара случаев произошла уже позже. Бабушка уже не жила там круглый год, приезжая лишь на лето, чтобы встретить своих многочисленных внуков. И среди них была младшенькая Каринка. Мы, уже взрослые, забавлялись рыбалкой, а мелкие только знакомились с обитателями брошенной деревни. Но и они уже привыкли и спокойно гуляли по заброшкам. И как-то Каринка, гуляя по школе, услышала голоса детей. То деревенские сунулись туда в поисках острых ощущений. Каринка им их обеспечила. Услышав детей, она вышла к ним из школы, обогнула стоящих там лошадей и приветливо помахала рукой, чтобы познакомиться и поиграть. Но дети, увидев ее, отчего-то вдруг побледнели и бросились на утек. Через год я услышал от местных страшилку, будто в школе появился новый абаса в виде жеребенка с головой девочки. Я не стал их разубеждать. Все же мы стали хранителями тех мест. Нас тени не трогали. Мы знали, что делать можно, а что нет. Но кто знает, что может случиться с детьми, которые правил игры не знают. И лучше чужим сюда не соваться лишний раз. Кстати, однажды весной в сезон охоты мы с отцом приехали туда и увидели, как возле школы тусуется стайка детей. Ну и батя, без задних мыслей, желая их прогнать оттуда от греха подальше, крикнул. А увидев, что ребята не спешат его слушаться, выстрелил в воздух. Тут детишки побежали, раскидывая по пути кирпичи. Через год я услышал еще одну страшилку о новом абасы. С их стороны это выглядело так. Они просто гуляли и добрели до школы. Вдруг они услышали крик и увидели нечто большое и черное. Детишки просто оцепенили от ужаса. А это чудовище. Вдобавок изрыгнуло пламя и издало громовой звук. Как тут не обосраться? Как я и говорил, чтобы не нахватать проблем, здесь нужно соблюдать правила. Если залез в дом, не кричи, ничего не бери с собой, ничего не ломай, а если чувствуешь присутствие хозяев, тихонько выбирайся оттуда и беги домой. В общем, просто будь благоразумен. Так получилось, что эти правила написаны кровью. Деревенские детишки иногда все же прорываются сюда, наплевав на страх. В 90-е группа школьников зимой залезла в школу и устроила попойку. Естественно, хозяевам это не понравилось. По словам очевидцев, когда они сидели и веселились, они услышали тяжелое дыхание. И от страха все бросились бежать. Один не добежал. Школьника нашли утром в озере рядом со школой, где утопилась жена медведоподобного мужика. По несчастью, там оказалась прорубь, куда ходили на водопой деревенские коровы. И паренек шагнул туда. Или ему помогли туда шагнуть. Тут уж кто во что верит. Шаман. Школа эта, как вы поняли, имела очень дурную славу. Но кроме нее, там были и другие не менее страшные постройки. К примеру, стоял там один дом у дороги, ведущий к деревне. С виду ничем не примечательный домишко. Окна все выбитые, петли проджавели насквозь, и дверь упала. Но жил там раньше человек, слывший шаманом. По жизни был не очень общительным. Он был один из тех людей, которые не пожелали уезжать. Помню, как он каждое утро шел к озерам ставить сети. Тем и питался. Никогда не заходил к нам, гостей у него тоже не было. Поговаривают, был женат на красивые венкийки. И был у них сын. Но в какой-то момент эта женщина не стерпела пьяных выходок мужа и уехала вместе с сыном в райцентр. С тех пор он остался один. Так и жил, пока не приехал однажды уже взрослый сын и не увез его в пансионат, где старик и скончался. Но с тех пор на дороге начала твориться чертовщина. Мы с братьями стали замечать, что проезжающие мимо того дома машины вдруг резко замедлялись, а порой и вовсе ломались. И вот однажды я привел свою невесту. Весь день мы гуляли по лесу и уже потихоньку возвращались домой. Вдруг моя девушка вся побелела и резко остановилась. И говорит, там какое-то черное нечто сидит на дороге. Это не человек, бежим скорее отсюда. Пришлось ее успокаивать. И я рассказал ей, что здесь к чему. Что не стоит сильно пугаться, ее никто не тронет. Но не помогло, пришлось уезжать. С тех пор она даже слышать не хочет про рыбалку и всякие там ягоды. А жаль, там действительно волшебное место с обилием даров природы. Если дом пуст, это не значит, что у него нет хозяина. Много странных вещей там происходило, но недавно местные власти решили сравнять это место с землей. Что и сделали. Снесли школу, старые дома, оставив только несколько домов, куда хозяева приезжают на лето. Исчезли ли тени? Нет. Но теперь их почти не видно. Без своих домов они сильно ослабли. Но по сей день их можно разглядеть. На дороге, среди обломков и руин. Они ходят, напоминая всем вокруг, что у этого места есть история. Что люди здесь, а лишь гости. И им следует быть почтительнее. Часть вторая. Ужасы в деревне. Недавно я рассказал вам про заброшенную деревню в Якутии. Однако нехорошие истории случались не только там, но и в новом поселке. Красивый дом. На границе поселка с заброшенной деревней расположилось небольшое кладбище, откуда берет начало улица. В конце той улицы стоит красивый дом с расписными ставнями, с закрытой верандой с большими окнами и с красным флюгером на крыше в виде петуха. Однако есть одно но. Этот дом давно брошен. Никто и не помнит, кто там жил. Видимо, хозяева, только-только отстроив этот дом, по неизвестной причине решили съехать, так ни с кем и не познакомившись. И несмотря на то, что за ним никто не ухаживает, этот дом до сих пор никем не тронут. Даже стекла все на месте. Странное явление, учитывая обилие мальчишек с рогатками вокруг. Но разгадка кроется в истории этого дома, который, как вы поняли, облюбовала нечисть. Началась эта история в середине девяностых и звучит довольно избито. Компания из четверых молодых парней и старшеклассников зимой в пору святок решила погадать. Как я понимаю, просто от нефиг делать, подогреваясь беленькой. Для этого они решили забраться в брошенный дом, растопили печь и начали веселиться, играть в карты при свечах. Вдруг они услышали, как кто-то со скрипом и громким топотом вошел в веранду и затих. Взрослые. С ужасом подумали парни и замерли в ожидании. Но никто так и не вошел. Затем дверь в веранду снова заскрипела и топот удвоился. Эта скрипучая дверь открывалась снова и снова. Деревянные половицы скрипели громче и громче, и казалось, что за дверью собралась уже толпа. И тут один самый смелый, справившись с оцепенением, громко спросил, кто там. Но ответа не последовало. Послышалось тихое ворчание, и вдруг в дверь начали долбить десятки рук. Парни в ужасе стояли и смотрели на дверь, пока этот грохот резко не затих. Дверь начала медленно открываться, и тут от ветра потухли свечи. Ребята в ужасе бросились к двери в надежде оттуда выбраться. Трое парней выбежали на улицу, но обнаружили, что никого там нет. Тут-то они догадались, что их морочила нечистая сила. Зайдя обратно в дом, они увидели труп своего четвертого товарища, который лежал на полу с застывшей гримасой ужаса. Как потом показало вскрытие, бедолага умер от разрыва сердца. С тех пор никто не решался туда заходить, и детям строго-настрого запрещалось к нему подходить. Жители до сих пор рассказывают, что периодически видят свет в окне того дома, а некоторые даже слышали зловещий смех. Рядом с кладбищем кто-то давно начал строить дом, но так и не довел дело до конца. Так и стоит непонятно чей сруб. Причем стоит он совсем не по фэншую. С одной стороны кладбище, с другой дорога. И вот как раз напротив этого дома, на этой дороге, в конце девяностых неосторожный водитель сбил девятилетнюю девочку. Девочка с матерью возвращалась домой после похода в гости к маминой подруге. Был темный весенний вечер. Женщина рассказала, что они шли держась за руки, как вдруг сзади ударил яркий свет. Мгновение, и у нее в руках осталась только варежка. Негодяй сбил девочку на полной скорости. Я был тогда на похоронах. Ее привезли в школу на прощание в красивом маленьком гробу, в котором она лежала одетая в розовую кофточку. Шли годы. Этот ужасный случай начал потихоньку забываться, как вдруг люди начали замечать призрак той девочки в том брошенном срубе. В проеме окна видится девочка в розовой кофточке и жалобно плачет, зовя маму. Нехорошая улица По поверьям, строить дома на месте старой дороги не самая лучшая идея. По ним начинают ходить разные духи, некоторые там даже поселяются. Как раз на месте старой дороги стоит та самая улица, в конце которой стоит красивый дом с нечистью. И так случилось, что мои родители жили некоторое время в одном из домов по этой улице. Мне было три года, когда я впервые столкнулся с подусторонним. Родителям приходилось часто оставлять меня одного дома, и в какой-то момент они начали замечать, что стали пропадать мои вещи. Долго они пытались понять, куда пропадают вещи, пока причина пропаж случайно не раскрылась. Когда отец разгребал шлак в печи, он нашел ножницы и мою недогоревшую одежду. На вопрос, нафига я это сделал, я ответил им, сам, конечно, не помню. Мне потом родители рассказали эту историю, что меня просил это сделать мой друг, который появляется из-за печи и играет со мной, когда их нет дома. Родители сразу догадались, что это был Чочуоке. В якутской мифологии нейтральный дух в образе белокурого мальчика, который живет за печкой и играет с одинокими детьми. Любит шалить. Этакий якутский Карлсон. Говорят, что дети, играющие с таким духом, становятся счастливыми людьми. Ну, хз-хз. В итоге мама стала меня брать с собой на работу. Считается, что этот дух оберегает детей от всяческих напастей. Говорят, именно благодаря нему бывали случаи, когда находились совсем маленькие дети, заблудившиеся и мудрившиеся выжить в лесу, полном диких зверей, несколько дней. Однако этот дух очень обидчивый. Если ребенок о нем рассказал или не угостил чем-нибудь, то он уходит и перестает его оберегать, что, собственно, и произошло в истории ниже. Второй случай встречи с нёх произошел примерно в том же возрасте, но на этот раз я всё отчётливо помню. Пожалуй, это моё первое воспоминание в жизни. Я лежал в своей комнате и готовился ко сну. Родители лежали в соседней и смотрели телевизор. Вдруг я услышал жуткое рычание, и в ту же секунду на меня с потолка внезапно обрушилась страшная харя. Она была чёрной, волосатой, с мерзким оскалом и злыми человеческими глазами. Она была настолько страшной и отвратительной, что я обоссался и с криками побежал к родителям. С тех пор я заикаюсь. Увидеть я такое сейчас, то или тронулся бы умом, или бы сдох от испуга. Прошло почти тридцать лет, я уже не помню точно лица своей первой учительницы, но эту харю я, наверное, буду помнить всегда. К счастью, моя семья съехала оттуда в более спокойное место, но после нас в тот дом заселилась приезжая семья с четырьмя детьми, и их жизнь сложилась потом не очень счастливо. Через несколько лет их старший сын повесился в том доме. Впрочем, вот ещё несколько нехороших вещей, случившихся на той улице. В тот же год соседский парень врезался в фонарный столб на мотоцикле. В результате аварии погибла его девушка. Сам парень сел на много лет. Через год немного чокнутый житель этой улицы убежал в лес. Его скелет нашли через несколько лет. Соседа из дома напротив придавила берёзы, когда он решил её спилить. Женщина, жившая рядом с красивым домом, вдруг сошла с ума и начала бросаться на детей. В конце концов, её госпитализировали. Кто знает, какие ещё нехорошие вещи происходили на той улице. Но точно известно одно. Не стоит пренебрегать старыми повериями. Часть третья. Покайся. Большинство креписторий в Якутии так или иначе связаны с нашей своеобразной религией. И с ней не всё так просто. Поэтому позвольте немного вам о ней поведать. Письменность нашу потерял давным-давно наш праотец Лейба Атур. Эпичная личность, в интернетах можно о нём прочитать. По распиздяйству он утопил письмена в реке, куда сплавлялся вниз из, предположительно, монгольских земель в будущую Якутию. Таким образом, вся мифология, языческие обычаи и, в общем, весь фольклор передавался из уст в уста и с поколения в поколение. Пока нас не накрыл Советский Союз. Шаманы ушли в подполье. Активно продвигался атеизм. Многое было утеряно. Начались разночтения, но каким-то чудом Эпос всё-таки выжил. И к концу XX века получилась следующая картина. Большинство якутов считают себя атеистами, но некоторые всё равно неукоснительно соблюдают некоторые языческие, отчасти христианские обычаи. Если кто-то эти обычаи не соблюдает, то тот совершает аныи, не путать с аи, что в переводе означает грех. Доподлинно неизвестно, почему те или иные вещи являются грехами. К тому же, в силу раздробленности якутского народа в лингвистическом и территориальном плане аныи тоже различаются. Но суть одна — делай или не делай чего-то, иначе тебе пиздец. Ибо практически у всего есть свой дух ичи, которого можно обидеть. О некоторых можно смертельно обидеть. О некоторых случаях я сейчас и расскажу. Дорога Считается, аныи строит дом на месте бывшей дороги. На дороге ткань мироздания истончается, и можно столкнуться с чем-то потусторонним, в частности с Нижним миром. Ничего хорошего, это не сулит. Чем такая оплошность кончается, описано в ужасах в деревне. Белэх Мас На дорогах по Якутии разбросаны странного для чужого взгляда деревья. Они увешаны цветными лоскутками, фантиками из конфет, из коры торчат монеты и бумажные деньги, а у ствола лежат оладьи и прочие вкусности. Считается, каждый путник обязан остановиться у такого дерева и задобрить через него местных духов. Задобренные духи обеспечивают защиту от всевозможных нёх и несчастных случаев. Если этого не сделать, или ещё хуже взять что-то оттуда, то путник рискует попросту не дойти до пункта назначения. Или дойти, но уже с сомнительной компанией. Случай этот произошёл где-то в 80-х. Молодой парень приехал в деревню к родителям невесты Кутуоту, обычай при котором будущего зятя нещадно эксплуатируют в хозяйстве. Своеобразная проверка. В тот день будущий тесть поручил ему съездить вместе с его младшим сыном на дальний луг за сеном. Парень очень торопился вернуться к своей невесте, поэтому он не стал останавливаться у былых масс, несмотря на замечания мальчика. Быстро погрузив сено в кузов грузовика, они поехали обратно. И тут молодой комсомолец не стал церемониться и только добавил газу. Благо ночи в Якутии белые и дорогу видно отлично. Когда парень заметил, что путь почему-то затянулся, мальчик с испуганным лицом сказал «Эй, мы проезжаем этот пень уже в третий раз». Не мели чепухи малой, тут же одна дорога, да и мало ли пеньков у дороги валяется. Как только он это сказал, мотор вдруг натужно взревел, будто на кузов положили что-то весьма тяжелое. Чертыхнувшись, парень посмотрел в зеркало и побелел. С каменным лицом, чуть дыша, он добавил газу и продолжил ехать, несмотря на предсмертный рев мотора. Так они доехали до деревни. Невеста, увидев мрачное лицо жениха, начала его допытывать, но тот лишь отмахнулся, сослался на усталость и лег спать. Всю ночь он не давал спать и ей. Он покрылся красной сыпью и начал лихорадить, при этом бормоча «Ансин». Утром парень так и не проснулся. Заподозрив неладное, отец начал расспрашивать сына вчерашним. Тот все рассказал, и до невесты дошло, что именно бормотал ее неудавшийся жених Маган Эмэхсин. В якутском фольклоре Маган Эмэхсин весьма злобная нёх. Доподлинно неизвестно, откуда она явилась, но видят ее везде. Эта сущность селится в заброшенных или старых зданиях, на деревьях возле дорог и у озер на дальних лугах. Про нее есть много рассказов, но все объединяют одно. Она садится на беззащитных путников и высасывает из них жизненные силы. Чтобы избежать потенциальных проблем, всем приезжим настоятельно рекомендуется следующее. Подари что-то свое, Белэхмас. Не произноси вслух названия местности, озера или реки, для этого есть специальные эфемизмы. Духи принимают это за фамильярность и обижаются. По приезду на местность требуется покормить дух огня для тех же защитных целей. У огня есть свой могущественный дух, связанный с духами местности. Задобришь его, не считай, получил туда визу. Если ты откуда-то вернулся и чувствуешь тревогу, то пройди через специальный дым из разожженных веток можжевельника. Считается, что нечисть его не выносит. Если заходишь в какой-либо дом в первый раз, хозяин должен взять пальцем сажу из печи и отметить тебя точкой на лбу. Так, опять-таки, ты связываешься с духом огня дома. Ахагас Эд. Как вы поняли, наша республика полна всякими нёх, которым дай только возможность съедят твой кут, душа. Душа, согласно якутской вере, сложносоставная штука. Состоит из трех частей. Ия-кут. Дословно, материнская душа. То, что передается от родителей. Культура, традиции и так далее. Буор-кут. Дословно, земляная душа. То, из чего состоит физическое тело. И салгын-кут. Дословно, воздушная душа. Разум. И местный нёх очень не терпится всем этим полакомиться. Особенным деликатесом для них является душа Ахагасы Тех-людей. В дословном переводе означает человек с открытым мясом. То есть очень чувствительный человек, способный всю эту нечисть учуять и увидеть. Далее, для удобства, экстрасенс. Явление не такое редкое, чтобы считать откровения таких людей об увиденном бреднями сумасшедших. Но немногие остаются в здравом уме до конца. Считается, что нёх сожрал его салгын-кут. Речь пойдет о случае, произошедшем в деревне, которая находилась в том же районе, что и брошенная деревня. В начале нулевых в этой деревне начало происходить страшное. Участились случаи мертворождения среди людей-скота. Не найдя разумного объяснения таких причин, отчаявшиеся жители пригласили экстрасенса, чтобы тот помог им разобраться. В намеченный день экстрасенс приехал и сказал, что нужно дождаться ночи, и начал совершать вышеописанные защитные обряды. Ночью, когда лучи солнца за горизонтом, помним про белые ночи, грань между мирами сглаживается, и заметить нёх становится проще. Настал час, экстрасенс начал свой путь по улицам деревни. Не дождавшись утра, обвеселивший экстрасенс сел в свою машину и дал по газам, даже не взяв свой гонорар. Позже экстрасенс позвонил недоумевающим людям и рассказал о том, что он увидел. Далее с его слов. «Как только я вышел из дома, мне ударил в нос сильный смрад. Не тонкий запах от присутствия одной нечисти, а смрад, будто я оказался у незакопанной братской могилы. Уже тогда мне следовало развернуться и уйти, но долг есть долг. Я продолжил свой путь и увидел их. Обычно нечисть действует в одиночку, но по вашей деревне ходила толпа юэр, неупокоенный дух. Более подробно описано в истории «Десятый деретник» из первой части цикла. Ссылка на видос будет где-то в описании. Они бродят по вашим улицам и жрут всех, кто попадается им на пути. На моих глазах они облепили пьяницу, сожрали всю его душу, и один из них в него вселился. «Откуда у вас так много мертвецов?» «Годы назад у нас была эпидемия туберкулеза. Много лечившихся на дому людей погибло». «Среди них были и совсем юные. Они тоже умерли от туберкулеза». «Можно и так сказать. Детишки начали травиться ставшими доступными из обеспеченных родителей лекарствами, чтобы словить глюк. К несчастью зачастую это плохо кончалось». «Ясно. Вот что. В общем, это они ходят по дворам и сжирают якут, нерожденных детей и телят. Но среди них был кто-то еще. Другой. Очень злой дух. Вы чем-то прогневали духов вашей земли. И оно. Проникло в ваши дома. Я еле успел убежать оттуда. Меня бы они растерзали на кусочки. Советую всем или уйти оттуда. Или найдите достаточно сильного шамана. Они не остановятся». «Не буду лгать, чем закончилась эта история. Но сейчас дела идут лучше. Шаман, видимо, сдюжил. А может, сказалось то, что там просто перестали продавать алкоголь». ИЧТЭХ ДИЕ Как говорилось ранее, у всего сущего здесь есть свой дух. Такой же дух есть и у домов. Дие и ЧТЭ. Однако не все дома остаются жилыми. Многие забрасываются по тем или иным причинам. Такие дома называют ИЧТЭХ ДИЕ. То есть дом без духа. Однако это не совсем так. Дух все же остается в доме. Но со временем он может становиться агрессивным, превращаясь порой в злобную нёх. Есть множество историй, связанных с ними, так как во все времена хватало экстремалов, любящих пощекотать свои нервы в подобных местах. Но есть и те, кто попадал в передрягу не по своей воле. По бескрайним лесам Якутии разбросано множество охотничьих домиков. И среди них есть один печально известный в кругу местных охотников дом, расположенный на приличном отдалении в лесу, богатом дичью и ягодами. У нас не принято ходить на дальнюю охоту в одиночку, но один студент отстал от группы на пару дней из-за дел в городе и всё же решил выдвинуться в путь. Рано утром он сел на коня и поехал, полагая, что товарищи разбили лагерь в ближайшем охотничьем домике. Но добравшись к концу дня до места, он их не обнаружил. Что поделать, значит здесь дичи не нашлось и они двинулись дальше, подумал парень. Растопив печь, он покормил огонь оладьями, которыми его заботливо снабдила мать, поел сам и лёг спать. Утром ещё немного поразмышляв, он двинулся в путь дальше. В детстве они с отцом особо не отходили далеко от этого дома, но всё же он слышал, что дальше есть ещё такие же дома. Пошёл сильный осенний снег, и дорога стала едва видна. Парень подозревал, что следующий дом находится далеко, но не настолько. Лес открылся, обнажая поляну с домом только вечером, когда начало уже темнеть. Вздохнув с облегчением, он поскакал к дому, но обнаружил, что и тут не оказалось ни его товарищей, ни следов их пребывания. Конь, когда парень начал его призывать к покосившейся коновязи, что странный быконовязь для якутов вещь сакральная, и о ней стараются заботиться. Начал брыкаться. Плохая примета. Что-то здесь не так, но что делать? Не поворачивать на ночь, глядя в такой холод назад, да и устал порядком. Решил заночевать тут и двинуться утром обратно. Первым делом нужно разжечь огонь. Но с этим у парня тоже не заладилось. То ли щепки отсырели, то ли ещё что-то. Пришлось ему разжечь огонь порохом, но и дрова не хотели разгораться. Парень помнил, что нельзя показывать страх и паниковать. Но этот плохой знак говорил о том, что он оказался именно в том самом проклятом доме, о котором рассказывали старики. Наскоро бросив на догорающие угольки оладьи, он поспешил оттуда убраться. Только он толкнул дверь, чтобы выйти, как она с силой захлопнулась, сильно ударив его по коленям. В этот же момент он услышал дикое ржание коня и удаляющийся звук топота копыт. Парня прошиб холодный пот, и он резко попытался оттуда выбраться снова. Но дверь не поддавалась. Вдруг из-за печи вылетело что-то чёрное и выкинуло парня с нечеловеческим криком «Выметайся прочь отсюда, паскуда!» Что парень с радостью сделал. Он бежал всю ночь, пока не нашёл своего коня, слоняющегося по заснеженному лугу. Вернувшись домой, он рассказал о случившемся матери и уснул крепким сном. Во сне он снова увидел Харю того чудища, что вылезло из-за печи, испещрённая морщинами волосатая морда, глядящая на него полными ненависти глазами. Как таковой в этих историях морали нет. Нужно лишь сказать, что в Якутии можно стать жертвой нёх ни за что и ни про что, просто потому, что ты каким-то образом обидел духов, и они от тебя отвернулись, оставив на растерзание зла. Понравились истории? Тогда тебе определённо стоит подписаться и поделиться видосом. Ну и, конечно, пиши своё мнение об услышанном в комментариях. Мы ещё не раз прикоснёмся к теме этнического фольклора, таинственного и манящего. Ну, а на сегодня всё. И не гневи злых духов. Если ты не высший шаман, конечно, тогда, пожалуй, можно. Пока-пока.